сегментированию выдачи по времени хочу обратить ваше внимание на то что полученный скрипт на данный момент на самом деле довольно компактен в моем скрипте много чанков в предыдущем видео работали чанки с номерами 18-1 и 18-2 но так много чанков нужно сугубо чтобы постепенно объяснить откуда что берется если же убрать все промежуточные чанки то скрипт выглядит гораздо более компактно скрипте очищенным от промежуточных чанков осталось только восемь чанков это третий чанк в котором формируется запрос это два чанка с активацией модуля и пакета чанк с обращением к модулю api я диска воры и два чанка с циклами первый без включения аргумента order второй с включением ну и чанк в котором варианты аргумента order записываются список и в последнем чанки корректируется нумерация удаляются дубликаты и таблица сохраняется в экселевский файл именно эти чанки я взял за основу чтобы перейти к сегментированию запроса по времени для того чтобы сегментировать запрос по времени в методе search есть два аргумента посмотрим на них повнимательнее напоминаю как добраться к методу search его аргумент прежде всего требуется страница для разработчиков developers google.com дальше требуется выбрать сервис youtube дальше выбрать опцию reference слева найти метод search выбрать раздел лист прокрутить вниз аргумент published after и аргумент published before и то и другое представляют собой дату в таком формате год месяц день часы минуты секунды published after предполагает поиск объектов более новых чем заданная дата в данном случае объектов более новых чем вышедшие в 1970 году 1 января аргумент published before предполагает поиск объектов более старых чем указанная дата копирую по очереди оба аргумента и вставляю в окно с запросом я начала посмотрю как работают эти аргументы на примере одного года 19 года то есть буду искать каналы появившиеся на ютьюбе в 2019 году и релевантные запросу раздельный сбор запускаю этот чанк причем я перенес ключ чанка с настройками для модуля google api client discovery это кажется более логично это не принципиально ну конечно надо сам модуль импортировать и теперь обратиться к нему импортировать пакет pandas в качестве макета для добавления аргументов касающихся даты беру уже знакомый вам по прошлом видео чанк 18 1 и чанк 18 2 если вы их уже использовали и у вас уже есть файл с названием каналы но сортит плюс сортит . xlsx то можно не запускать эти чанки сэкономить квоты вместо этого достать таблицу из этого файла дэв суплемент от равно pandas . read excel соответствующее имя также аргумент индекс call с нижним подчеркиванием равно 0 это означает то индекс будет взят из экселевского файла а не сформирован заново а конкретнее он будет взят из первого столбца первый столбец столбец а содержит индекс именно его я использую для формирования таблиц если бы я не указал аргумент и на скола равно 0 в таблице появился бы еще один столбец с индексом запускаю чанк отработал я сейчас не попросил вывести дэв суплементов поэтому она и не появилась но я могу попросить посмотрим для начала на работу аргументов published after и published before только для 19 года вставляя эти аргументы в первый запрос причем каждый раз добавляя аргументы не забываем ставить запятые после после аргументы который был последний и то же самое внутри цикла который проходится по следующим страницам выдачи здесь и здесь добавил аргументы published after и published before чанки 19-1 не включен аргумент order надо посмотреть много ли добавится если вообще добавится каналов если не добавится то переходить чанку 19-2 с аргументом order не будет смысла удивительное дело чанка работал youtube сообщает что каналов появившихся в 2019 году и релевантных запросу раздельный сбор 83 но таблица не увеличилась как было 513 так и осталось как же так удобство цикла по сравнению с функции в том что можно взять отдельный его элемент и посмотреть содержимое я беру объект response учитывая что выдача отобразилась итерация номер 0 то вот этот запрос отработал обращаюсь как где-то response и вижу что он содержит 0 искомых объектов возьму отдельно первый запрос чтобы перейти к более раннему response и выведу содержимое этого респонса этот респонс содержит каналы но очевидно что эти каналы дублируют уже собранные каналы вызываю таблицу df supplemented она содержит 518 строк но если удалить дубликаты как и предполагается в конце чанка 19 1 если удалить дубликаты то остается 513 объектов то есть чанки 19 1 которые были добавлены аргументы published after и published before первый запрос дал 5 каналов они добавились в таблицу df supplemented в ней стало 518 строк на первой итерации цикла while не добавилось ни одного канала по итогам работы чанка 19 1 показано что произошла только одна итерация цикла while искомых объектов то есть объектов из total results якобы 83 но новых относительно того что уже было собрано оказалось ни одного все пять собранных объектов дублировали уже собранные объекты поэтому подключать чанк 19 2 в котором происходит пересортировка по значениям аргумента order нет никакого смысла я пропускаю чанк 19 2 и экономлю квоты но я не оставляю надежду что в более ранние годы найдутся каналы которые не дублируются уже найденными я намерен рассмотреть каждый год начиная с 2007 почему с 2007 оказалось что среди уже найденных каналов самый ранний относится к 2007 году как я это выяснил еще раз на всякий случай я достаю из эксельского файла таблицу с уже найденными каналами вывожу эту таблицу а также вывожу выполнение условия что содержимое столбца snippet published at равняется тождественно содержимому столбца snippet published time и наконец вывожу в скольких строчках это равенство это тождество выполняется сама таблица в ней есть два столбца с датами snippet published at и правее snippet published time я хотел убедиться что это одни и те же даты я вижу сплошные true то есть тождество выполняется вся таблица имеет 513 строчек и совпадение 513 значит действительно это тождество соблюдается в каждой строчке таблицы даты везде дублируются а считал я количество совпадений через команду сам через суммирование суммирование всех случаев выполнения тождества и записал я это внутрь текстового объекта вот текстовый объект в нем фигурные скобки а фигурные скобки как раз число число совпадений 513 вот результат выдачи сначала таблица потом отдельно столбик с указанием есть совпадение или нет совпадения и наконец фраза совпадений двух столбцов 513 они совпадают и поэтому я могу воспользоваться одним из столбцов не создавая новые чтобы в него записать только год выпуск только год потренируюсь на одной ячейке из столбца с не будет павли штат из первой строчки строчки номер один строчки с индексом 1 2014 а что там стоит исходно с не будет павли штат 2014 03 04 т 08 30 20 z 2014 год март 4 число 8 часов 30 минут 20 секунд это текстовый объект я индексировал его в данном случае взял первые четыре элемента посредством такой записи квадратные скобки двоеточие которые показывают что надо самого начала можно было бы так записать но смысла нет одно и то же самого начала по четвертый элемент не включительно учитывая что начинается с нуля нулевой элемент первый элемент второй элемент третий элемент вот четыре цифры будет так вот эта часть обращается к ячейке а вот это первым четырем символом содержащимся в этой ячейке вот здесь происходит индексирование тата фрейма или таблицы а вот здесь происходит индексирование содержимого найденной ячейки теперь я хочу перезаписать столбик snippet published ad чтобы в нем остались только годы а вся остальная информация по дате времени ушла для этого я использую лямбда функцию или по-другому называется безымянная функция беру столбик которому я хочу применить функцию ставлю точку пишу apply и в скобочках находится сама функция обязательно пишу лямбда потому что это лямбда функция лямбда это имя такой универсальной функции а дальше любой аргумент можно назвать его как угодно я назвала у четырьмя игреками потому что речь о я стоящим из четырех символов через двоеточие указано что должно произойти с этим аргументом следует его индексировать а именно взять первые четыре символа так из каждой ячейки этого столбца забирается текстовый объект записывается в аргумент и грек и грек и грек дальше этот аргумент индексируется другими словами из него забирается первые четыре символа эти первые четыре символа помещаются в ту же самую ячейку то есть перезапись происходит в ту же самую ячейку столбца сниппит паблиштед можно было бы в новый столбец но поскольку у меня два столбца с одинаковым содержимым я лучше перезапишу один из них чтобы новые не создавать пожалуйста теперь в этом столбце стоят только годы но есть момент они все еще текстовые если я хочу чтобы они стали числами я должен указать что помимо индексирования требуется и смена класса объекта поскольку здесь уже перезаписано я сейчас пройду по этим чанкам снова снова выгружу таблицу из excel файла и снова применю функцию поскольку теперь столбце сниппит паблиштед снова стоит текст включающий год месяц дату и время и теперь я заново применю функцию вот теперь это все уже числа выражающие годы а теперь я использую команду мин для того чтобы найти минимальное значение в этом столбце минимальное значение в этом столбце 2007 теперь я дополню цикл из чанка 19 1 вот чан 19 1 где работал с аргументами паблишт автор и паблишт бифо для девятнадцатого года так вот теперь я дополню этот чанк чтобы в нем был проход по всем годам начиная с 2007 по 2020 я использую цикл цикл будет работать пока счетчик year меньше 2021 что такое счетчик year исходно это минимальный год найденный мной то есть как раз 2007 я это выражение просто сюда скопировал если бы здесь результат этого выражения был бы 2006 то есть сюда бы перекочевала его содержимое и так цикл будет работать пока year не достигнет 2020 внутри цикла будет первый заход с включением даты вот два аргумента с включением даты причем второй аргумент я закомментирую я исходно пробовал оба аргумента то есть брал сначала выдачу отдельно за 2007 год потом за 2008 год и так далее по годам и выдача была очень кривая api youtube очень плохо работает с датами как показал мой опыт лучше брать один из этих аргументов например published after то есть я буду сначала брать все каналы появившиеся на ютюбе после 1 января 2007 года потом в конце этой итерации перейду к 2008 году на следующей итерации рассмотрю все каналы появившиеся с 2008 года с 1 января 2008 года потом произойдет эта итерация год станет 2009 я рассмотрю все каналы появившиеся на ютюбе в 2009 году и так далее вы можете возвратить здесь же будет дублирование да будет как бы показал опыт лучше пусть это будет лучше пусть будет дублирование которое впоследствии устраню job duplicates чем будет кривая выдача первый заход как обычно даст первую страницу с выдачей включающих 50 объектов но возможно и следующие страницы с выдачей поэтому еще один цикл вайл который встроен в первый цикл вайл этот цикл вайл первого уровня этот цикл вайл второго уровня который проходится по всем следующим страницам выдачи организация запроса точно такая же только учитывается токен страница токен следующей страницы с выдачей визуализация запись в таблицу и после каждого года выводится запись сколько предполагалось искомых объектов исходя из total results и сколько было найдено учитывая что таблицы def supplemented содержащая уже найденные каналы подается на вход этому циклу она будет дополняться с каждой итерации 513 уже есть и на каждой итерации я надеюсь будет что-то добавляться запускаю вот уже 524 528 то есть добавка происходит посмотрите сколько итераций сейчас youtube ограничит меня вот пожалуйста youtube меня ограничил потому что мои квоты истекли что же делать можно попытаться заново запустить алгоритм но итераций доступных по каждому ключу всего 100 потому что каждая итерация стоит 100 квот один ключ в день содержит 10 тысяч квот а я еще только до 12 года дошел а всего с 7 по 20 год это 14 лет если в запросе по каждому году много итераций а здесь их больше десяти то я не смогу завершить этот алгоритм в рамках одного ключа авторизации я придумал такой выход поскольку год уже не 2007 а 2012 просто надо подать на вход этому чанку тот год на котором алгоритм остановился то есть мне надо просто закомментить строчку согласно которой начало происходит седьмого года и этот чанк продолжит работать но сначала мне надо сменить ключ поэтому я поднимаюсь наверх где происходит авторизация и вызов модуля google api client discovery заменяю ключ заменил ключ перезапускаю этот чанк чтобы произошла переавторизация теперь я возвращаюсь к чанку с циклом убедился еще раз что закоменчена команда согласно которой начало 2007 года сейчас year 2012 а таблицы dev supplemented уже включают в себя каналы найденные за 7 8 9 10 11 годы вот видно что за последние годы никакой добавки не происходило ну что же я потратил эти квоты получается немножечко в пустую таблицу причем заметьте в двадцатом году тотал резалтс предполагает 65 каналов а недавно мы видели что в двадцатом году тотал резалтс предполагал 83 канала очень криво работает api youtube но постепенно удается доставать из него информацию если без всяких ухищрений было примерно 490 каналов то теперь уже 533 канала сохраняя их в excel следующем видео применю весь этот алгоритм для поиска видео релевантных запросу раздельный сбор а также достану из найденных видео айди каналов на которых эти видео опубликованы и этими айди дополню список уже найденных 533 каналов таким образом список найденных мною каналов релевантных запросу раздельный сбор заметно увеличится за сезон взаимодействие с до до